Дорогие друзья, открывая эту торжественную церемонию, хочу поприветствовать собравшихся здесь ведущих российских и зарубежных учёных, представителей делового мира и общественных организаций. Россия уже пять лет присуждает эту премию. Сегодня она объединяет свыше 1200 специалистов в области энергетики из 47 стран, активно участвующих в самых разных номинациях. За эти годы премия превратилась в действительно авторитетную международную награду. Её лауреатами стали 17 известнейших учёных из 8 стран. Особо отмечу молодёжную программу премии «Глобальная энергия». Круг её участников растёт буквально на глазах, а 73 молодых учёных уже получили внушительную поддержку фонда, полумиллионные гранты на проведение исследований. Вы знаете, что за последний период Россия заметно укрепила свои позиции на глобальном энергетическом рынке. Наша страна не только вкладывает средства увеличения добычи и экспорта энергоресурсов в развитие энергетической инфраструктуры, принципиальным для нас было и остаётся проведение фундаментальных исследований в этой сфере. Речь идёт о разработках, связанных с ресурсосберегающими технологиями, с повышением энергоэффективности производства. И, конечно, именно наука способна расширить границы наших знаний о новых видах энергии. Подчеркну, что речь идёт об исследованиях, ориентированных на долгосрочную перспективу. Обычно во время форумов принято обильно цитировать мудрох, я тоже это сделаю. Как говорил Конфуций, того, кто не задумывается о далёких трудностях, непременно поджидают близкие неприятности. Так и происходит обычно в жизни. И сегодня крайне важно суметь заглянуть за горизонты уже достигнутого, найти качественные пути решения таких обостряющихся проблем, как исчерпание углеводородных источников и энергетическая бедность. Мы убеждены, что внимание к прорывным научным технологиям – это серьёзный шаг к действительно надёжному обеспечению энергоресурсами всего человечества, а в конечном счёте к повышению качества жизни как нынешнего, так и будущих поколений. Уважаемые друзья, среди удостоенных премий в этом году действительный член Российской Академии наук Эдуард Петрович Волков и известный канадский учёный профессор Клеммен Боуман. Они награждены за создание и внедрение технологий выработки синтетического топлива, восполняющих часть мировой потребности в энергоресурсах. Это также и действительный член Российской Академии наук Олег Николаевич Фаворский. Его новым словом в науке стали исследования в области прикладной газовой динамики, а также создание высокоэффективных двигателей и газоперекачивающих станций. Хочу поздравить всех, кто отмечен высокой наградой и пожелать им новых научных достижений на благо человечества. А учредителям премии, среди которых ведущие энергетические компании России, по сути, ведущие энергетические компании мира, выразить признательность за содействие в продвижении энергетического диалога. Уверен, что премия «Глобальная энергия» будет и впредь служить своего рода визитной карточкой, фундаментальной науки в области энергетики, будет стимулировать новые прорывные исследования и, конечно же, развитие столь важного для нас международного сотрудничества. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ